Всем привет друзья, сегодня у нас будет обзор смартфона Realme 3 Pro. За последний год Realme привезла несколько своих смартфонов в Россию и в принципе многие стали слышать об этом бренде и рассматривать их как альтернативу Xiaomi, если смотреть чисто по характеристикам на бумаге. Естественно, подобный бренд не мог появиться на пустом месте, он не может просто так зайти на рынок большой стороны, начать рекламироваться на больших YouTube-каналах и продаваться в большинстве салонов мобильной связи. Потому что Realme на самом деле это не какой-то ноунейм, который просто взял хорошие характеристики и продает их по низкой цене, нет, это ребята из очень большой структуры, которая называется BBK и в этот холдинг входят такие бренды как Oppo, Vivo, OnePlus и собственно Realme. Так вот Realme это у нас молодежный бренд, направленный на молодых людей, они хотят смартфоны со стильным дизайном, с хорошими камерами, но об этом чуть-чуть попозже и в принципе с неплохими характеристиками за доступную цену. И сейчас мы поговорим о том, можно ли рассматривать Realme 3 Pro в покупке, потому что характеристики здесь стоят офигенные, 710 дракон, 10 нм, батарея на 4000 мАч и можно все это купить от 15000 рублей и это можно сказать какой-то идеальный смартфон, но как вы поняли из названия, у него есть один такой небольшой минус, да и вообще дьявол кроется в деталях, поэтому давайте обо всем по порядку. И естественно нужно начать с дизайна. Итак, Realme 3 Pro у нас полностью выполнен из пластика, но с каким-то невероятным закосом под стекло и ты реально веришь, что это стекло. И я когда первый раз доставал его из коробки, подумал, вау, ничего себе, китайцы смартфон за 16000 наконец-то поставили стекло, но нет, когда ты прикасаешься к нему, понимаешь, что это пластик, но все равно он невероятно красивый, на задней спинке у него какой-то просто очаровательный градиент, на него все время хочется смотреть, хочется его переливать, как раз таки на свету, чтобы он отражался, реально очень красивый смартфон. Что касается элементов на корпусе, здесь опять же Realme решили выделяться из общей толпы. Обычно на китайских смартфонах все установлено на правой грани, то есть кнопка питания и клавиши регулировки громкость. Но Realme решили пойти по другому пути, и на правой грани у нас стоит только клавиша питания, а кнопки регулировки громкости смотреть на левой грани. Что лично мне, человеку, который всю жизнь пользуется смартфонами, у которых кнопки регулировки только на правой грани, немного не удобно, но я знаю, что левшам очень нравится, когда такие кнопки首先 установлены на левой грани. Поэтому я не могу сказать, что это минус либо плюс, но это вот его особенность также здесь установлен три с половиной миллиметров джек поэтому можно спокойно слушать музыку через проводные наушники и что мне очень нравится то что разговорный динамик не слишком сильно утоплен корпус и поэтому здесь не будет добиваться пыль как на многих других смартфонов а меня на самом деле очень бесит когда этот динамик очень сильно утапливают и по-любому через полгода ну там забьется пыль ты ее практически никак не уберешь я не понимаю почему производители это делают но здесь можно сказать практически идеальная сборка все очень хорошо но есть опять же пару минус во-первых несмотря на все его очаровательность и дивную красоту он просто невероятно марки прям вот при малейшем касании сразу же остаются отпечатки пальцев на корпусе а так как это пластика не стекло то вывести отпечатки намного сложнее поэтому сколько ты его не три то все равно небольшие разводы будут оставаться что естественно является минусом потому что это портит внешний вид смартфона следующий минус также как и задняя панель передняя также не может попасться хорошим олеофобным покрытием и поэтому при малейшем касание опять же остаются смазы от отпечатков пальцев небольшого пота и у тебя стекло все время грязное и вроде бы дизайнеры очень старались ведь все-таки это молодежный смартфон он должен выглядеть стильно но это минут руках и все это просто уже не красивый пластик с градиентом это уже какой-то кусок пластика с отпечатками пальцев и еще два минуса по дизайну и сборки во-первых здесь у нас установлен micro usb да это может звучать дичь в 2019 году смартфоне за 15 16 тысяч рублей установлен micro usb но все-таки нужно было на чем-то экономить потому что характеристики здесь стоят очень хорошие и поэтому решили поставить его а не usb type-c ну а также помимо того что он очень маркий на него просто клеится пыль это какой-то магнит для пыли когда я снимал вставки которые вы можете смотреть мне приходилось протирать его каждый раз ты берешь в руки на нем пыль ставишь куда-то снимаешь снова берешь он и опять пыли ты не понимаешь откуда это пыль берется просто реально какой-то магнит для пыли ну в общем-то дизайнеры старались но физику не обманешь марки еще и пыль притягивает кратко поговорим про дисплей и здесь на самом деле у меня вообще нет замечаний во первых действий 6,3 дюйма и ps full g дисплей и он реально хорош и на самом деле сейчас сложнее найти плохой какой-нибудь дисплей потому что в самых даже дешевых смартфонов стоят уже неплохие матрицы а смартфоне за 16 рублей но плохая не может стать матрица и дисплей реально хороший также что мне понравилось здесь соблю ли хороший баланс между минимальной и максимальной яркостью то есть вот найти необходимый минимум то есть ставишь на минимальную яркость ее достаточно и максимальной яркости тоже достаточно на ярком солнце поэтому здесь также мне претензий нет и что мне еще понравилось но это скорее не про дисплей а про систему но все равно несмотря на то что у нас и сверху снизу стоят закругленные дисплей сверху еще каплеевидный вырез при этом все элементы интерфейса и система в целом хорошо подобрана под этот дисплей и ничто не конфликтует с этим потому что вначале помню еще прошлом году когда начали появляться первые такие дисплеи шторка у нас уведомление было просто видно что ее не адаптировали под это и часы могли быть в углу также батарея могла быть в углу здесь в этом плане все хорошо и realme в этом плане респект переходим к производительности нужно несколько слов сказать о бенчмарках и так кикбенч 4 у нас телефон набрал 1450 в одноядерном режиме и 5800 в многоядерном режиме в антуту в общем телефон набрал 154 тысячи баллов если смотреть на троттлинг тест то у нас производительность никогда не падал в течение 15 минут ниже восьмидесяти процентов я бы сказал даже ниже восьмидесяти пяти процентов что делает этот телефон достаточно троттлинга устойчивым я бы так сказал и как я уже упоминал начале здесь у нас установлен процессор qocom snapdragon 710 который выполнен по 10 нанометровой технологии на самом деле мне очень нравится 700 серия и наконец-то их начали ставить более-менее средне бюджетные смартфоны и если смотреть на рейтинг смартфонов antutu то realme 3 pro стоит в одном ряду с такими смартфонами как сяоми redmi note 7 pro и например samsung galaxy a 70 что касается реальной производительности ее вот прям за глаза и реально хватает во первых он нереально холодный я ни разу не смог добиться того чтобы он нагрелся даже и в играх либо в каком-то обычном интерфейсе скролли настройках быстро там листал приложение нет он ни разу не нагрелся за что ему огромный респект как я уже сказал в троттлинг тесте у нас производительность ни разу не падала ниже 85 процентов и играя в пупк на протяжении 15-20 минут у меня во первых все время оставались стабильные fps 60 этот телефон кстати поддерживает 60 fps пупк так еще он остался холодным как я уже сказал поэтому я считаю что этот телефон просто отличное геймерское решение если вы любите играть в игры то смело его берите не пожалеете к тому же сейчас например в пупк где он адаптирован под какой-то скругленный дисплей играть реально комфортно лично мне очень понравилось потому что до этого я очень сильно играл в пупк и вот на том же redmi note 7 мне не очень понравилось интерфейс был не адаптирован здесь же все выглядит классно так еще играется стабильно комфортно мне реально очень понравилось но иногда иногда не знаю какой причине знаете вот вы лазите по настроекам по интерфейсу и иногда он проседает по 30 fps при том что троттлинг я же сказал не наблюдается и по какой причине это происходит мне непонятно и на самом деле это очень заметно когда у тебя все время плавный 60 fps и хоп с 30 и ты такой что за фигня непонятно но опять же происходит это не могу сказать что очень часто но за день один-два раза может встретиться поговорим про автономность и быструю зарядку почему про пустую зарядку вроде бы что такое она сейчас стоит тоже в каждом втором смартфоне но здесь она у нас не обычная а фирменная но начнем все-таки про автономность и так здесь стоит батарея на 4045 миллиампер часов почему 45 не знаю видимо решили выпендриться и вот чуть-чуть добавить чтобы все равно быть лучше других тем не менее смартфон отлично держит батарейку приведу один простой пример смотрите я вышел из метро и у меня оставалось всего 12 процентов на realme 3 pro мне нужно было еще отснять фотографии видео для обзора я подумал что блин скорее всего у меня не получится это сделать потому что на предыдущих моих смартфонов на том же личном google pixel 2 но он не выживает при подобных условиях в итоге что у меня получилось во-первых я отснял где-то 50 60 фотографий и еще успел снять 4-5 минут видео но при этом телефон у меня не сел еще осталось 6 процентов батареи я прихожу домой и мне телефон нужно разрядить в ноль чтобы протестировать быструю зарядку и думаю как это сделать конечно же нужно поиграть пуп выставил максимальную яркость и начал играть при 60 кадрах в секунду я играл еще 10 минут я вам клянусь я не мог его посадить уже думаю да садись ты уже мне нужно разрядить он не хотел сажаться я думаю вы поняли из этой истории что автономность здесь реально классно и вот что что про автономность вообще ничего не могу сказать плохого ни разу я его не смог разрядить в итоге до ноля даже когда ты играл в пупку меня все равно остался один процент я уже психанул все равно поставил воду на зарядку и что по быстрой зарядки во первых здесь у нас стоит фирменная технология биби кей опа вива неважно общем этой технологии которая называется в окчат либо им можно произносить как вук но вроде как они называют в окчат и в итоге что по цифрам при учете что в телефоне у нас установлена батарея на 4045 миллиампер часов на 70 процентов он зарядился за 45 минут и на 100 процентов полностью за один час 15 минут при этом он не грелся я не знаю что за магия у них там в этом бог чат технологии реально классно не зря и они и патентуют и очень гордятся этих технологий потому что есть за что гордиться телефон не греется так что и заряжается быстро и наконец-то мы переходим камере в название вы видели что да что он во всем хорош но на троеточие хреновая камера всего у этой камеры я могу выделить три плюса первое хороший автофокус реально классный работает быстро второе он снимает хорошо видео даже поддерживается full hd 60 кадров в секунду и медленная съемка до 9 от 60 кадров в секунду ну и третье самый главный плюс он поддерживает google камеру и если рассматривать самые обычные фотографии с идеальнейшим освещением чтобы у нас ничего не двигалось кадре то 16 мегапиксельный сенсор с апертурой f1.7 то есть светосильный и дополнительный у нас телевик на 5 мегапикселей с апертурой f2.4 они справляются неплохо но если мы переходим к кадрам где у нас есть небольшой контровой свет и у нас активируется режим hdr получается просто кромешный ужас и каждый раз когда активировался hdr режим то цвета были просто вырвиглазные я не знаю что они там натворили как будто насыщенные знаете повысили до ста процентов но это очень некрасивые фотографии особенно сравнение с google камеры которые я попозже расскажу и также ее особенности что касается портретного режима он также просто отвратительный во первых это смазы фотография всегда получается нечеткой я не знаю в чем проблема а во вторых он невероятно глючит чтобы получить портретный снимок это еще нужно умудриться где-то из пяти раз у меня только один раз получилось делать портретную фотографию моей жены также в стоковой фотографии на realme 3 pro есть так называемый ночной режим как вы видите из примеров фотографии получается мягко говоря так себе огромное количество шумов так еще и чтобы сделать такую фотографию тебе нужно держать телефон неподвижно на протяжении 5-6 секунд а здесь у нас нет оптической стабилизации поэтому по-любому выйдет плохо и поэтому если вы хотите делать более менее нормальные снимки на этот телефон по-любому нужно будет устанавливать google камеру но здесь опять же есть некоторые костыли из-за того что процессоре 700 серия конкретно snapdragon 710 только начинают ходить моду то сторонние разработчики еще не успели адаптировать угол камеру под него поэтому я скачал мод от не 9 с и и он работал очень криво каждый раз нужно было вручную активировать google авб чтобы фотографии получались более-менее иначе они все время были также с плохими цветами ну и в общем работает она всегда с hdr плюс расширенный режимом то есть я не могу сделать быстрые фотографии нужно каждый раз вот так вот держать также телефон на протяжении полторы секунды что опять же неудобно но что касается съемки видео здесь на удивление вышло неплохо и поэтому предлагаю ознакомиться с примерами стоковая камера realme 3 pro поддерживается максимум 4к 30 fps но сейчас я снимаю full hd 60 кадров в секунду сразу зацените как у нас работает микрофон потому что рядом идут осторительные работы есть небольшой шум если меня слышно хорошо то в принципе это неплохо ну и как видите у нас нет оптической стабилизации есть к вроде бы небольшая электронная стабилизация но я посмотрел результат им как бы не скажу чтобы она прям очень сильно работал давайте сейчас я пробегусь пробежался и заценим работу автофокуса опс каким автофокус у нас работает очень хорошо достаточно быстро мне нравится а так у нас работает фронталка на стоковой камере realme 3 pro опять же электронную стабилизацию я не замечал но так она работает заметьте у нас хорошо видна экспозиция то есть меня хорошо видно и задний фон хорошо видно на многих смартфонах опять же там идут засветы на заднем фоне такое себе но как видим все справится хорошо давайте вот наклонюсь в небо вот опять же видите меня высветило хорошо вот так вот неплохо и что касается других особенностей этого смартфона во первых невероятный сканер отпечатка пальцев серьезно ты просто касаешься его и он сразу разблокируется это просто удивительно и то же самое касается разблокировки по лицу она работает просто моментально особенно если у тебя еще включена функция чтобы телефон сам разблокировался при поднятии то ты просто его достешь из кармана смотришь а он уже разблокирован и ты даже не можешь понять когда он разблокировался реально в этом плане все очень круто также в этом телефоне установлена фирменная оболочка color os от смартфонов oppo и она реально прикольно мне понравилось есть отдельный обзор на канале ссылка будет в описании она по дизайну очень сильно схожи с айс некоторых моментах если вы переходите на android с айфона то все-таки рекомендую брать смартфоны realme либо oppo потому что они похожи на iphone и адаптация пройдет более-менее гладко либо уже берите чисто android вот прям погружаетесь полностью это все и что касается android а здесь также есть одна очень приятная особенность этот телефон участвует в бета-тестирование android 10 q я посидел подтыкал не могу сказать ничего особенного багов не так чтобы слишком много конечно чувствуется что он не адаптирован под этот смартфон есть небольшие фризы но я хочу это который уже полтора года пользуется исключительно чисто но но и могу сказать что работает он реально неплохо и что касается особенности этого телефона то вот еще небольшой минус у него просто отвратительнейшая вибрация когда его первый раз включаешь и настраиваешь вибрация включена по умолчанию тебе нужно видеть пароли от вайфая еще что-то нужно варить ты набираешь у тебя включается это вибрация ты такой господи как его выключить когда ты его впервые настраиваешь сразу лезешь на стройке и включаешь она знаете это очень сложно объяснить а не то что какая-то слишком жесткая либо мягкая она вот что-то такое среднее непонятное ну мне по крайней мере она очень не понравилась и поэтому если вы не любите делать фотографии на смартфон то это определенно один из лучших выборов на сегодня производительный автономных хороший дисплей стильно выглядит классная оболочка как говорится не стыдный android смартфон естественно все ссылки где можно будет купить этот телефон получится не как на яндекс маркете так и на алиэкспрессе я вас нигде не призываю конкретно покупать этот телефон вы сами склонны выбирать и где и когда это делать плюс примеры фото и видео будут в описании под видео ну а также хочу передать привет буллу который любезно мне предоставил этот смартфон на обзор вы можете узнать по рубрике новостей на stupid mad world но также него еще и собственный канал про технологии смартфоны и все что с этим связано ссылка на его канал также будет в описании под видео огромное спасибо что досмотрели этот обзор до конца пишите что думаете про реалми в целом смогут ли они побороться с сиоми за первенство на российском рынке как мне кажется у них есть все шансы но камеру нужно допилить как я уже сказал в остальном все очень круто как обычно увидимся следующих видео всем большущей удачи всем пока